Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном семи дней расскажем вам я, Виталий Матюшин и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Без инвестиций нет развития, без развития нет будущего. Простые истины, которые хорошо понимают в Бресте. Об активной реализации инвестиционных проектов и проектов, финансируемых из городского, областного и республиканского бюджетов. О преимуществах этих проектов и о пользе для города и его жителей материал «Илина Ревчук». Расширение Брестского парка общественного транспорта от слов к делу. На этой неделе в Брест прибыли шесть новых троллейбусов производства «Белкоммунмаш». Сколько ожидается еще и чем новые модели отличаются от устаревших, расскажет Алена Меневич. Бесценный опыт прошлых лет есть. Для успешного будущего нужно непрерывно работать, постоянно совершенствовать не только материально-техническую базу предприятия, но и один важнейший ресурс, свое мастерство и профессионализм, уверены работники локомотивного депо «Брест». Предприятие отмечает свой огромный юбилей – 150 лет со дня основания. «Осенний блюз» звучит в тиши, ты не молчи, ты напиши. В Бресте прошло открытие шоу маскарадно-костюмированной художественной выставки «Осенний блюз». Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Мы начинаем. Что такое перемены в личной жизни, в обществе, в политике, экономике? Это изменение, поворот к чему-то новому, выход из зоны привычного комфорта. И не зря существует древняя китайская пословица «Чтоб ты жил в эпоху перемен», ведь спокойная жизнь, в период перемен, кризисов заканчивается, нужно действовать. Поскольку все наши успехи и результаты, о которых мы мечтаем, лежат вне той комфортной зоны. Если посмотреть на всю историю человечества, то именно после кризисов жизнь менялась к лучшему в широкой перспективе. Развивалась медицина, инфраструктура, отраслевая промышленность, открывались новые бизнесы. В Бресте, городе возможностей, городе инициативных и креативных людей, есть все, чтобы не сетовать на ситуации, объясняя это какими-то обстоятельствами, санкциями, пандемиями. Говорят, кризис – это не проблема, это задача, а у любой задачи всегда есть решение и зачастую не одно. Одно из решений – привлечение инвестиций и реализация проектов. Их в этом году было немало. Это и строительство медицинского центра, который скоро начнет работу, открытие литейно-механического цеха на совместном предприятии «Бресгазоаппарат», запуск пускового комплекса нового производства иностранного общества с ограниченной ответственностью «Анрекс», открытие офиса ОАО «Белгазпромбанка». От предприятий и руководителей, которые смогли переориентироваться, адаптироваться, что-то поменять и продолжить функционировать и зарабатывать о людях, которые взяли на себя ответственность и просто начали идти к новым целям, прямо сейчас в материале Ирины Левчук. В областном центре существует немало крупных субъектов хозяйствования, продукция которых хорошо известна как в Республике Беларусь, так и далеко за ее пределами. В число флагманов входит Санта-Бремр, Савушкин продукт, «Бресгазоаппарат» и другие. Но кроме ней в городе появляются новые производства и компании, некоторые с участием иностранного капитала. А что же является стимулом для вложения в «Брес» серьезных инвестиций, спросите вы. Все просто. Привлекательных особенностей у города большое количество. Примышленный комплекс интересует в части производства, что мы на границе двух серьезных держав. Можно так назвать, потому что на восточном направлении это экономический союз, где там вплоть до Китая можно свободно реализовывать продукцию. И при этом сразу Евросоюз. И тоже ряд проектов пытаются реализовать с той точки зрения, с той перспективой, что можно захватить сразу два рынка. И, в принципе, достаточно квалифицированной, дешевой относительно рабочей силой это реализовать и поиметь на этом, называется, какую-то себе выгоду. Ну и, кроме того, конечно, это у нас транспортный узел Европы. Потому что многие, как авиа, ЖД пути проходят через нас, тот же шелковый путь, большая часть автоперевозок проходит через наши пункты пропуска. Да, привлекательных моментов, чтобы организовать бизнес в областном центре, достаточно. И это даже если не брать в расчет такие важные моменты, как благоустроенность города и его туристическую притягательность, что находится у нас на высоком уровне. Ведь именно эти факторы были учтены инвесторами проекта «Бизнес-центр Статус». Он был возведен с целью привлечения еще большего количества туристов, а также представителей малого и среднего бизнеса. Это восьмиэтажное здание, сочетающее в себе современную архитектуру и европейский комфорт, объединило в себе все необходимое для продуктивной работы и хорошего отдыха. Здесь есть просторные офисы, оборудованные по последнему слову техники конференц-зал, номера отеля с оригинальным дизайном и даже гастробар, где можно вкусно перекусить. Неплохо, не правда ли? А потому и результат от реализации данного инвест-проекта серьезный. Это задумка построить бизнес-центр, как город в городе, где основа площади выделена под бизнес-центр. Есть тут же и отели, и конференц-зал, и наш гастробар. Я думаю, что мы реализовали, так как в это сложное время у нас на сегодняшний день, практически нет пустых площадей. То есть мы оставили небольшой фонд для того, чтобы имели возможность наши существующие арендаторы расшириться. За период работы отеля у нас уже были гости 18 стран, хотя в пандемию. Ну, это немного, конечно, но я думаю, у нас есть к чему стремиться. Это погода у нас получилась, пока мы желаем, конечно, большего, может и скромный результат, но максимальная загрузка у нас была в августе в отеле, это 72%, а с нарастающим с начала года у нас на данный момент 53%. Поэтому нам есть еще куда расти, что нам как бы развивать. В постоянном процессе развития и совершенствования находится и совместное предприятие «Брест-Газоаппарат». Об этом градообразующем предприятии, которые успешно существуют уже на протяжении 70 лет, знают далеко за рубежом, благодаря линейке продукции, которая отличается высоким качеством и дизайном. А не терять таких позиций помогают умение руководства совместного предприятия принимать правильные решения на пути к своей цели. Из последних примеров – литейно-механический цех, который открыли в конце 2020 года. Объект разместился в микрорайоне «Березовка» в результате реализации инвестиционного проекта, заключенного с областполкомом. Благодаря организации литейно-механического цеха нам удалось механизировать и автоматизировать ряд технологических процессов, освоить новую номенклатуру комплектующих для производства кухонной техники, обеспечить и гарантировать более высокие технологические характеристики основной продукции – это напольные газовые плиты и варочные поверхности. Кроме того, обеспечить культуру производства на уровне международных стандартов и создать новые рабочие места. На данный момент в цеху работает порядка 100 человек. Умение мечтать по-крупному и вкладывать деньги в идею помогло в полной мере реализовать этот инвестиционный проект. Такой же сценарий успешной реализации задуманного получили и при открытии нового офиса открытого акционерного общества «Белгоспромбанк», областная дирекция которого вот уже 22 года работает в Брестском регионе. Да, завершение реализации инвестпроекта выпало на сложный год, но, как известно, кризис по-китайски – символ, состоящий из двух знаков – опасность и возможность. Так вот, специалисты Брестской областной дирекции делают все необходимое, чтобы убрать для своих клиентов опасность и приумножить их возможности. Ведь для руководства «Белгоспромбанка» главным было и остается человек, которому предоставляют необходимые услуги, чтобы однажды, придя в эту финансовую организацию, он возвращался сюда снова. Основная идея, основная мысль при, скажем, строительстве нашего здания была следующая. Это, конечно же, первое – улучшение условий работы как сотрудников, так и условий обслуживания наших клиентов. И мы обязательно ставили перед собой цель, что новое здание, новая точка притяжения, после того, как улучшится и качество обслуживания, и условия обслуживания, оно станет неким центром, который к нам притянет новых клиентов, с которыми мы еще не работаем. И, в принципе, эта задача, на самом деле, выполнена. Мы ее, я могу на сегодня сказать, что достигли, потому что, для примера, приведу следующие цифры. Если брать период с 1 мая, мы переехали в апреле, да, в апреле, с 1 мая по 15 ноября, то прирост именно прихода новых клиентов по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 160%. То есть достаточно неплохая цифра. Здесь, в Белгазпромбанке, строится бизнес успешный, что доказывает эффективность и значимость реализованного проекта, а потому вложение денежных средств в смелую идею, в мечту, которую они реально видят, обязательно дает результат. Успешный, растущий, перспективный. От реализации таких проектов пользу получает не только бизнес, но и город, в котором он развивается. Например, запуск пускового комплекса нового производства «Андрекса» дал новые рабочие места. Строительство медицинского центра обеспечит горожан соответствующим лечением. Расширение Бресского научно-технологического парка позволит развить IT-сферу. Правда, такого результата удалось достичь только тем, кто не сетовал на ситуацию, объясняя это какими-то обстоятельствами, а кто выходил из зоны комфорта и ставил перед собой новые цели. Как всегда, хотелось бы лучше, потому что вроде государство максимально оказывает содействие, бюджет тоже благодаря том же промышленному комплексу сегодня пополняется. Сразу оставлю ремарку, что бюджет пополняется, но при этом значительная его часть входит в те же пандемийные процессы на оплату услуг медиков. Понимаете, что это как бы убирает соответствующие ресурсы из других тем. А значит, стимул для дальнейшего большего привлечения инвестиций есть, ведь даже такое непростое время может дать прекрасные возможности для создания успешного бизнеса. Продолжаем выпуск. Путь к открытию, как известно, лежит через маленькие изобретения и большое желание их идейных вдохновителей изменить жизнь к лучшему. А когда их авторами выступают педагоги, это бесспорно поднимает авторитет среди учеников. Получается, что учитель на своем примере показывает, как благодаря огромному стремлению можно добиваться настоящих успехов. Так, например, директор Брестской средней школы номер 20 Александр Агеевиц получил второй патент на полезную модель от Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Как важно быть для учеников именно путеводным лучом и какой характер сегодня имеют изобретения в образовательной сфере, об этом они только расскажут несколько героев нашего материала. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Средняя школа номер 20 имени Дмитрия Михайловича Карбышева – одно из старейших учебных заведений областного центра. Здесь на протяжении многих лет активно развивалась и развивается языковая подготовка. музейное дело, различные творческие направления. Теперь же, благодаря задумкам директора учреждения Александра Агеевца, в школе начнут испытывать образовательную деятельность с использованием техники голограмм. Эта разработка, как и разработка по использованию автоматических звонков, буквально недавно стала патентным изобретением. Голографических установок достаточно много. Есть маленькие, есть большие. Сейчас на Алиэкспрессе тоже есть большое разнообразие. Но мы начинали уже в 2018 году и создавали большую, для того, чтобы большое количество учащихся могли увидеть, посмотреть, ну и заинтересоваться той историей. И, скажем так, у нас это получилось. Голография – это особая технология фотографирования, с помощью которой получается трехмерное объемное изображение объектов. Это стало возможным благодаря свойствам световых волн. Опробовать новый формат изображения в школе планируют на примере музейных экспозиций. В 20-й школе есть три, скажем так, уголочка, три музея. И один из них посвящен Дмитрию Михайловичу Карбышеву. И у меня все равно витает мысль сделать голограмму уже иначе. Это на пленке обратной проекции, сделать с проекторами. Ну, что-то наподобие, как у нас находится в музее, посвященном Янке Купалу. Ну, думаю, даст Бог, да и получится. Получается, что наша задача станет выбор территорий. Я предлагаю все равно взять старую часть города, потому что, наверное, там будут больше деревьев, там будет больше объектов, элементов, которые используются для игры. Технологии обучения сегодня практически неразрывны. В этом уверена и обладательница диплома второй степени большого республиканского конкурса ГИС-проектов Алена Татарчук. Учащаяся лицея номер один вместе со своим педагогом смогла провести научно-исследовательскую работу, которая со временем получит особую популярность среди мам областного центра, благодаря удобству и целенаправленности. Анализ инфраструктуры и зеленых насаждений на детских площадках областного центра, которые провели Алена с педагогом Ольгой Сидиковой, позволил вывести некоторые закономерности и показать, какие из них наиболее пригодны для юных берестейцев, а какие нет. Для того, чтобы жителям нашего города Бреста, да и нам, самим ученым, я бы сказала, так было удобно изучать и анализировать наши полученные данные, мы решили принести все на карту, где с помощью одной точки, которая нанесена на карту, можно узнать все о детской площадке. Нажав на знак, вы можете увидеть возраст площадки, количество деревьев, игровых элементов, состояние площадки, наличие зеленого ограждения. Это было очень удобно и действительно практично, если переводить на специальные, особенные карты, которые формировались только на основе одного критерия. Также можно анализировать и визуализировать данные. Реализовать научно-исследовательскую работу творческому коллективу «Наставник-ученик» удалось благодаря тесному сотрудничеству с Пушкинским вузом и лично со Светланой Токарчук. Интеграция учебных исследований в реальную систему координат позволит сделать даже такие работы практикоориентированными. Кстати, своими разработками творческий коллектив планируют поделиться с работниками ЖКХ. Но все это возможно только тогда, когда встречается ученик с горящими глазами и педагог, желающий привнести в этот мир больше. В общем-то, работала не только лицей, я и работала семья Аленой вместе с ней. Ребенок очень заинтересован, творчески, с необычным подходом, очень ответственная девочка, орудированная. Я очень благодарна ее преподавателям из 22-й школы. Она пришла из 22-й школы. Но вот нам досталась такая звездочка. У нас очень много сделано, но, поверьте, еще и больше впереди. У нас впереди Олимпиада, впереди новые конкурсы. Мне хочется, чтобы ребенок был успешным. Я приложу все усилия, чтобы раскрыть ее еще больше. Больше узнаю биологию. Вот мне поможет мой преподаватель. И я, наверное, тогда определюсь точно, что меня интересует. Но вот вчера буквально изучили генетику. Я поняла, что это очень интересно. И может быть, генетика – это действительно мое будущее. Сегодня лицеистка Алена Татарчук только задумывается о будущей профессии. Выбирает между дорогой ученого и миссией врача. А вот студенты технического университета уже знают, чем хотят заниматься и как будут продвигать технологии. Благодаря Центру поддержки технологий и инноваций, который работает здесь уже около полугода, из чертежей и эскизов многие разработки смогли превратиться в реальные перспективные проекты. Порядка 20 патентов в год наш университет всегда производит. И не исключение составляет даже нынешний год, в котором мы уже на данный период тоже около 20 разработок подали. Вот заявки на них. И я думаю, что эти заявки будут одобрены и решены. Как правило, это все заявки, которые у нас востребованы. Конечно, на первом месте у нас стоит строительство. Это однозначно прекрасно, наверное, в республике знают нашу структурную конструкцию БРГТУ. И запатентованный известный узел БРГТУ, который позволяет создавать уникальные конструктивные решения. Где-то порядка на нынешний момент 30 патентов по структурным конструкциям у нас есть. Поддерживаются многие патенты. Работа в науке – это постоянная дилемма. Есть ли перспектива, что важно в разработке, каким будет общий эффект. И на этом пути уверены все герои нашего материала. Главное – не сомневаться. Ведь только время покажет, что на самом деле будет актуально, современно, необходимо. Каждый год наш город делает новый и куда более серьезный скачок в развитии. Наряду с ежегодным благоустройством и реконструкцией городских площадей продолжается строительство новых районов. Вместе с непрекращающимся возведением высоток со всей прилегающей инфраструктурой развивается и дорожная карта города. Теперь для того, чтобы обеспечить комфортное передвижение всех жителей города из точки А в точку Б, нужны не только удобно спланированные маршруты, но и, конечно, достаточное количество транспорта. В этом году Брестский парк общественного транспорта пополнили 8 новых автобусов и 1 электробус. В декабре планируется прибытие еще одного. Обновился и троллейбусный парк. На этой неделе в Брест прибыли 6 новых троллейбусов производства «Белка Мунмаш». Сколько ожидается еще и чем новые модели отличаются от устаревших, расскажет в своем сюжете Алена Меневич. Для водителя с 33-летним стажем Александра Андричука сесть за руль нового троллейбуса, провести, так сказать, краш-тест, важно, ведь он наставник молодых, а потому должен все знать, уметь сам испытать. Удивляется, что это троллейбус или нечто из разряда самолета-космолета, все мигает, сигнализирует, светится. Одним словом, сидеть за рулем удовольствие. За эти годы много чего видели, начиная мы с ЗИУ, там было вообще кнопки, все, тумблера, а сейчас уже все нажимаешь, все совершенствованные. Ну, и для водителя все удобства такие. Что касается комфорта, вам? Комфорта, это, конечно, и сиденье, и все, и руль. Сейчас на руле много каких этих включений, все под рукой. И водителю не надо тянуться никуда, ничего, и тем более камеры. Меньше конфликтов, я думаю, будет с пассажирами. Два новеньких троллейбуса пришли в Брест несколько дней назад, еще четыре придут в ближайшее время. 321-я модель значительно отличается от тех, которые мы привыкли видеть на дорогах. Рогатые старички еще на ходу, но свой потенциал практически израсходовали. Фору им дают уже приобретенные в 2017 году, а уж новые и говорить не приходится, хороши. Современная техническая начинка, чего стоит только обновленная водительская панель с электронным табло, с помощью которого водителю будет удобно контролировать работоспособность всех систем троллейбуса. Среди плюсов – большая вместимость, красивый салон, и, что важно, расход электроэнергии намного меньше. Троллейбус оборудован системой видеонаблюдения, четыре камеры установлены. Одна смотрит на правую сторону, это посадка пассажиров. Также троллейбус для удобства пассажиров оборудован системой наклона кузова при посадке-высадке пассажиров. И для людей с инвалидностью по зрению предусмотрена установка информатора над средней дверью. Поэтому информатор дистанционно управляется, с помощью смартфона по каналу Bluetooth может взаимодействовать с этим информатором. Кто-то из скептиков заметит, неплохо было и на старых добираться. Корона с нас не упадет, более продвинутые обрадуются, ну наконец-то. А мы отметим, что замена транспортного парка, а это и автобусы и троллейбусы, в Бресте проходит поэтапно и постепенно. Сегодня в хозяйстве Брестского общественного транспорта насчитывается 76 троллейбусов, которые курсируют по 8 маршрутам. Таких машин на линиях каждый день порядка 50. Приобретаться новые троллейбусы и автобусы будут и дальше. Мы попытаемся сделать для жителей города Бреста интервал движения в вечернее время и на выходные дни сократить, для того, чтобы более комфортно ездить. Город Брест сейчас получает 6. И если будет нормально все организовано на уровне Белко-Мунмаша и промоагролизинга, тогда до нового года мы еще получим 9, этого 15 троллейбусов. Ну, может быть, небольшой сбой, троллейбусы придут в январе. Пассажирские перевозки – это важная экономическая составляющая города, поэтому пристальное внимание и руководителей предприятия «Брестский общественный транспорт» и руководство города, администрации к этому вопросу никогда не ослабевает. За последние годы выросло количество жителей в спальных микрорайонах Бреста. Регулярно застраивается и центр города. Сегодняшняя ситуация диктует свои правила и требует не только замены устаревшего оборудования, но и корректировки схемы движения городского транспорта и появления новых маршрутов. В первую очередь, это способ улучшить условия работы транспорта для людей. Входные дни на основных наших направлениях – это автовокзал «Областная больница», автовокзал «Цветотрон», автовокзал «Виктория» спортивный комплекс. Мы добавим в вечернее время по одной машине на эти маршруты. То есть время ожидания сократится существенно для пассажиров. Ну и в зимнее время – это тоже благо для пассажиров. Будут меньше мерзнуть на остановках. Значит, в рабочие дни мы добавим одну машину на маршрут номер 5, который связывает «Цветотрон» с «Областной больницей». На Фате тогда микрорайон Ковалева, Янки-Купалы, Партизанского проспекта. Там тоже сократится время ожидания в рабочие дни. Число транспорта растет, он постепенно обновляется, делает и недешевая маршрутная карта, расширяется. Добираться из пункта А в пункт Б становится гораздо проще и быстрее. Немалую роль в этом сыграло введение в строй западного обхода. Но, как всегда, в бочке меда есть и ложка дегта, причем существенная. Предприятию «Брестский общественный транспорт» не хватает квалифицированных водителей – порядка 50 человек. Так что те, кто сегодня в поиске хорошо оплачиваемых вакансий, берите на заметку. Вас ждут. На таких машинах надо, чтобы работала молодежь. И мы приглашаем этих молодых людей из города, чтобы они приходили и работали у нас. Алена Миневич, Андрей Щерб, Александр Макаревич. Итоги недели. Продолжение следует... Брестская областная клиническая больница в эти дни проходит реновация стационарного кислородного концентратора. Комплекс работает уже около 15 лет. Благодаря проведенным строительным работам и дооснащению, мощности стационарного кислородного концентратора должны увеличиться. Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на объекте и посмотрела, как проходят работы. Брестская областная клиническая больница на протяжении всех волн коронавирусной инфекции была одним из центральных учреждений, где комплексную помощь оказывали всем тяжелым пациентам региона. После проявления очередного штамма, который показал особую зависимость пациентов от подачи кислорода, в учреждении стали задумываться о комплексной реновации стационарного концентратора. Так, в эти дни строительная работа уже в активной фазе. Для того, чтобы уйти от этой проблемы с регулярной заменой кислородных баллонов, проводится реконструкция кислородного концентратора. Дополнительно строятся два помещения для хранения полных пустых баллонов. И основное, что здесь делается, это строятся новых два газификатора. Для объема по 5 тонн, большие бочки с жидким кислородом. Что, в принципе, должно по нашим расчетам снять проблему подачи кислорода из баллонов и полностью обеспечить все ныне существующие точки кислорода по больнице. Обновиться помещение. Теперь оно существенно расширится. Будет более удобным и современным. Улучшатся и кислородные мощности. С вводом комплекса они увеличатся в два раза. Многое сейчас будет зависеть от того, насколько быстро поставится новое оборудование. Однако сделано все будет в максимально короткие сроки. Сейчас уже основные строительные работы завершаются. И дальше у нас будет процесс установки оборудования технологичного, то есть газификаторов. Надеемся, что до Нового года все это будет закончено. Но зависит очень в большой степени именно от поставки газификаторов. Брестская областная клиническая больница относится к третьему уровню указания медпомощи. Здесь принимают самых сложных пациентов со всего региона. На время очередной волны пандемии было перепрофилировано 7 отделений. Так как количество пациентов, больных коронавирусом, за последнее время существенно уменьшилось, отделения главного регионального учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы. Непрофильные подразделения постепенно начинают принимать своих пациентов. Проводится плановое оперативное вмешательство. Однако в так называемой инфекции пациенты по-прежнему есть. Им оказывается комплексная медицинская помощь. На сегодняшний день у нас все отделения, которые были дополнительно задействованы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, пришли в свой штатный режим. Остаются у нас в работе с ковидом два инфекционных отделения и два реанимационных отделения. Инфекционные отделения у нас работают на 150 коек, реанимационные на 18 коек. Подобные комплексные реновации проходят сейчас во многих учреждениях по всей республике с учетом потребностей регионов. А насколько соводом изменится ситуация, покажет время. Анастасия Ноздрин, Платницкая, Андрей Щерб, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». У каждого города своя история и каждая такая история развития непрерывно связана с железной дорогой. Именно благодаря ей каждый город имеет возможность осуществлять свою экономическую деятельность. Это экспорт-импорт. Ну и, конечно, перевозки людей – элемент работы железнодорожников с самым высоким уровнем ответственности. Ведь на кону всегда человеческие жизни. Ну а для нас с вами поезд – это не только транспорт для передвижения. Это место тысяч интересных знакомств и мимолетных откровений. Как движение в автомобиле, самолете или корабле, в поезде есть своя особая романтика. Совершенно точно у многих жителей нашего города есть свои собственные истории об этом транспорте. А есть и те, чьи жизни связаны неразрывными нитями с Брестской железной дорогой. Ведь эти люди работали или работают в каждом из ее подразделений. В ноябре локомотивное депо Брест отмечает свой юбилей – 150 лет. О предприятии, его функционировании и людях, которые там работают, наш следующий сюжет. 150 лет – дата серьезная, глубокая. За эти десятилетия локомотивное депо Брест прошло большой путь становления, развития, непрерывной трансформации. Ведь с ходом времени, развитием технологий, для того, чтобы быть успешным, нужно непременно соответствовать всем общемировым тенденциям. Сегодня локомотивное депо представляет собой мощное многопрофильное предприятие, обеспечивающее все виды обслуживания локомотивов и мотор-вагонных подвижных составов, используемых на белорусской железной дороге и железных дорогах стран СНГ. Количество людей, занятых в этом огромном механизме, превышает 1180 человек. Парк депо составляет десятки машин. Это одно из самых старейших предприятий города. Конечно, на месте того цеха был еще цех, потом был еще один цех, Но на сегодня, если взять эти все цеха вместе, то современный большой цех капитального ремонта тепловозов на сегодня занимает всю эту территорию. И, естественно, здесь современные технологии, современная работа, которую мы, я думаю, надеемся, что мы выполняем качественно. Предприятие непрерывно развивается. Работниками депо осваиваются современные ремонтные технологии. Увеличивается ремонтная база, внедряются новые технологические процессы восстановления техники. Используются современные методы обработки и покраски тепловозов, модернизация кабин машинистов, что способствует улучшению условий труда в первую очередь сотрудников. Современные локомотивы, они уже являются с электронной начинкой, Поэтому, естественно, те паровозы, те тепловозы, которые были раньше на релейном управлении, на сегодня необходимы технологии и другие знания людей. Наши локомотивы эксплуатируются на всей белорусской железной дороге по всей стране. И они должны быть в исправном состоянии, чем мы и занимаемся. Более 20 лет назад нынешний начальник локомотивного депо Анатолий Дудер разработал один из важнейших элементов депо – моечный комплекс для мойки дизель-поездов. Это необходимо для более эстетичного вида техники и в дальнейшем положительного восприятия людьми. Что важно, весь процесс был продуман так, чтобы это было максимально экономично и экологично. Данный моечный комплекс экономичен, потому что здесь применяется оборотное водоснабжение и сушка подвижного состава. Мы не пользуемся дополнительной водой, только подпитка той воды, которая уходит естественно. Там у нас есть очистные сооружения, где производится очистка сточных вод. И обратно – оборотный процесс, подогрев и мойка подвижного состава. Это и экономично, и экологично. Поезд – мощная машина, двигающаяся с огромной скоростью, перевозящая разные грузы, ценнейшие из которых человеческие жизни. Каждая деталь должна быть исправной, каждый механизм должен работать отлаженно и четко. Именно поэтому в локомотивном депое ведется серьезная работа по контролю технического состояния поездов. А в ходе капитального ремонта эти невероятных размеров машины и вовсе разбираются до винтика. Техника любая рано или поздно ломается. Тепловоз, в частности, допустим, грузовое движение тянет большие грузы, соответственно, нагрузки на него приличные. Поэтому ремонты планово-предупредительные. Мы не ждем, когда поломается, а по времени, как уже говорил, пришел тепловоз. И дабы предупредить в пути следования поломку, мы это дело уже здесь пресекаем на месте, если вдруг что-то нашлось. Есть в штате дефектоскописты, которые проверяют, поскольку нагрузки большие, это железо, может где-то трещина появится, все это дело проверяется. Моя заключается работа в том, чтобы я проверяю на детали, ну, я техник по замерам, если так, как раньше называли эту профессию. Это я, ну, меряю детали, если они подходят, не подходят, ну, бракую. Если они хорошие, пускаю, ну, дальше в работу. Ну, и все собирается и закидывается это все в тепловоз. Если ты допустишь какую-то ошибку, там же у нас, получается, считается на зазор, на масло. Если не будет поступать в эту деталь масло достаточно, но, естественно, заклинит весь двигатель. И поэтому это очень большие будут убытки. Это не в моих интересах пропускать брак. Предприятие уделяет особое внимание экономии энергоресурсов. В депо работает модульная котельная, отличающаяся повышенным коэффициентом полезного действия, надежностью и меньшими энергозатратами на производство теплоэнергии. Водогрейная часть данной котельной используется для выработки тепловой энергии для потребителей, которыми являются, как непосредственно само локомотивное депо, железнодорожные организации, которые прилегают к территории локомотивного депо. Это, например, вокзал, вагонное депо, вагонный участок, ну и так далее. К этому всему мы отапливаем часть микрорайона Граевка. Бесценный опыт прошлых лет уже есть, а для успешного будущего нужно непрерывно работать. Постоянно совершенствовать не только материально-техническую базу предприятия, но и один важнейший ресурс – свое мастерство и профессионализм, уверен начальник локомотивного депо Анатолий Александрович. Очень много необходимо сделать в дальнейшем, это мы понимаем. Меня иногда спрашивают, когда мы перестанем делать какой-то ремонт, когда мы перестанем что-то строить, я отвечаю – никогда. Мы всегда будем что-то делать, потому что это развитие. Я думаю, что в следующих 150 лет это депо преобразится, оно будет всегда, мы будем всегда водить поезда и будем все делать для того, чтобы нашим пассажирам было уютно, комфортно и чтобы они говорили спасибо нашим машинистам за их работу. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Итоги недели. Бороться с осенних Андрой можно по-разному, но, похоже, у творческих брещан есть проверенные средства. Уже не впервые в нашем городе проходят самые масштабные, яркие и красочные выставки с элементами маскарада. На такой вечер можно и нужно прийти в красивых вечерних платьях, элегантных костюмах и загадочных масках. Торжество украшают музыкальные и театральные выступления, но в центре внимания гостей экспозиции талантливых брестских мастеров кисти и декоративно-прикладного творчества. На открытии шоу маскарадной костюмированной художественной выставки «Осенний блюз», которая прошла в фойе гостиничного комплекса «Интурист», побывала и наша съемочная группа. Вот так ярко и душевно встречали брещан на открытии самой фееричной – шоу маскарадной костюмированной художественной выставки «Осенний блюз». Гости тоже основательно подготовились к торжеству и надели красивые вечерние платья, загадочные маски и элегантные костюмы. Каждый образ был продуман до мелочей и скрывал себе некую тайну. Я подбирала костюм под, скажем так, тематику сегодняшнего вечера. Это осень, «Осенний блюз». И осень отражается в рисунке моего платья – это листья на самом деле. А мне хотелось вот именно праздника, буйства красок. У нас скоро Новый год, в преддверии праздника хочется торжества. И вот такая торжественная образ. Организаторы создали незабываемую атмосферу. На торжестве царила синергия музыки, песен и танцев. Симфония прекрасных нарядов и, конечно же, изобразительного творчества. А идейным вдохновителем таких ярких мероприятий уже не впервые становится известный в нашем городе художник. Руководитель проекта «Белорусская ассоциация творческих людей» Тигран Джавадян. В последнее время на наши головы свалились много определенных трудностей – экономические, политические. Ну и плюс еще погода. Осень, она же уникальная. Она как бы имеет два лица. Она вначале такая красавица. Когда наступают первые дни осени, пейзаж буквально преобразуется. Он становится таким красивым. Появляются какие-то бордовые, красные, алые, охристые, золотистые цвета. Но в конце осени, конец осени, он такой переходной. Погода портится, становится унылой. Ну и людям немножко становится скучным. И когда мы заметили, что наши брестчане немножко заскучали, мы решили подарить им праздник. Мы решили провести вот такое шоу-мероприятие под названием «Осенний блюз». «Осенний блюз» звучит в тиши. Ты не молчи, ты напиши. И они написали. 75 удивительных и разных по своему характеру и тематике полотен представили талантливые художники. Здесь можно было увидеть все краски, завораживающие осени. Городские пейзажи, снежную зиму и горячие африканские мотивы. Лук, усыпанный цветами и прекрасную незнакомку в осеннем лесу. Ведь осень – это время вдохновения. Для художника осень – это просто пара, в которой хочется выразить все, что у тебя внутри. Гуляя по лесу, я очень люблю лес. И здесь, гуляя по лесу, оно тоже создается, как женщина, конечно. Хочется создать что-то такое вот прекрасное, тоже связанное. И вот этот образ незнакомки осенью, романтики, музыки, искусства. Вот создалась такая вот, можно сказать, картина. Всего в выставке приняли участие 25 членов Белорусской ассоциации творческих людей, в числе которых и ремесленники. Украсили вечер своим появлением и юные таланты, ведь творчество не имеет границ и возраста. Здесь цветы из керамики, здесь бисероплетение, здесь база ручной работы. Это одно из видов искусств, которые насчитывают много веков. Сегодня праздник, которого мы долго ждали. Это праздник искусства, где мы можем на языке искусства говорить. Мы представили свои работы на суд зрителей. Поэтому столько это дает подъема энергии, любви к жизни, к людям. Сегодня волшебный сказочный вечер. Я рада, что могу подарить этому вечеру свое творчество. И мне хочется сказать спасибо за этот праздник. И чтобы таких праздников было побольше. Организаторы маскарадного шоу продумали все до мелочей. Поэтому, как и было задумано, в любой из картин каждый увидел что-то свое. И никто в этот вечер не ушел без хорошего праздничного настроения. Совсем скоро наступит сказочная зима. И мы уверены, творческие люди нашего города подготовят для нас еще не один потрясающий вечер. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке и Инстаграм, Вконтакте. А также подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Я Виталий Матюшин. Желаю вам добрых новостей в ваших домах. И, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин